Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Разлив нефтепродуктов в акватории Аби. Чрезвычайная ситуация, неординарная, оттого сложная. Задействованы все силы и средства МЧС Новосибирской области. Огромное нефтяное пятно и всего несколько минут на тушение пожара. Как сибирские спасатели отрабатывают внештатные ситуации? Авиамоделисты, пилоты и инженеры малой авиации сегодня вынуждены бороться с ветряными мельницами законодательства. Транспортная прокуратура лишает людей возможности заниматься любимой профессией. Небесные Дон Кихоты. Какие бюрократические преграды мешают подняться выше облаков? Так из одного семени за год можно получить до 200 тысяч побегов. Ботанические сады сохраняют таким образом исчезающие виды. Например, сарацения, хищное растение из Северной Америки. Бородатые корни и прожорливые цветы. Что предпочитают на ужин хищные растения в новосибирском ботсаду? Сегодня в Новосибирске прошел проливной дождь, в результате чего дороги в центре мегаполиса оказались под водой. Красный проспект, Мичурино, Фрунзе, проспект Димитрово. Ливневая канализация на этих и других улицах не справлялась с потоком воды. В некоторых местах машины оказались по стеклам в воде. Скорость движения снизилась, город стал в гигантских пробках. Тропический ливень пришелся на час пик. Новосибирские спасатели сегодня провели учение по ликвидации разлива нефтепродуктов на АБИМ. По легенде, нефтеналивная баржа получила пробоину днища, в результате чего в реку вылилось 240 тонн дизельного топлива. Тему продолжит Андрей Баев. Набережная реки Обь. Метров 300 вниз по течению от новосибирского аквапарка. Нефтяной танкер сел на мель. На реке Обь, в районе Чернышевского рейда, нефтеналивная баржа НТ-402 получила пробоину днища в районе носовой части. В результате схода на мель. В результате аварии происходит разлив дизельного топлива, у которого реки Обь, общей массой до 240 тонн. По легенде учений, во время столкновения за борт упали два человека. С этой задачей за считанные минуты справляются спасатели. Следующая задача – ликвидация пожара. Вовремя подходит пожарный катер. Несколько секунд – и огонь потушен. Ликвидировать такую чрезвычайную ситуацию непросто, говорят специалисты. Главные последствия разлива нефти – экологические. При этом не только загрязнение флоры, но и гибель фауны. Локализовать пятно по нормативам нужно за 4 часа. Свои особенности работы вносит течение реки. Это сложность установки, сложность удержания пятна. Абсолютно иные способы локализации и технологии производства работ. На учениях для практики мы задействовали все силы и средства, которые имеются и аттестованы у нас на данный вид работ, которые мы можем привлечь в реальности. Для того, чтобы каждый видел действия других и какой-то элемент практически отработал. Задействованы все спасательные подразделения региона. Настоящую нефть, конечно, не используют. Имитируют ГСМ желтые пластиковые бутылки. После выставления боновых заграждений на берегу пятно встречает служба экологической безопасности. Нефтепродукты перекачивают в специальную емкость. Кроме специальной установки по сбору нефтепродуктов, на каждом пункте, где собирают нефть с воды, существует и вот такое устройство. Специальный сжигатель, который подается большой поток воздуха, температура более 1000 градусов. Здесь сжигают все те предметы, которые были пропитаны во время ликвидации ЧАЭС нефтепродуктами. Интересно, что отвечают за ликвидацию разлива нефти на воде в основном не спасатели, а именно речники. Поэтому, говорят специалисты, опыт капитанов теплоходов, которые устанавливают бонные заграждения, один из залогов успешной операции. Теплоходы, которые здесь привлекаются для установки, это путейские теплоходы, связанные с содержанием, обеспечением безопасной эксплуатации водного объекта. То есть, буи, которые ставятся на реке, промеры глубин по реке, они выполняют и ежедневно это работа их. Поэтому, так как они знают речку, речку не знает никто. На какую оценку наработали все экстренные службы на этих учениях, пока говорить рано. Но, отмечают в МЧС, особых огрехов в ходе ликвидации ЧАЭС не было. А значит, что спасатели и специалисты службы экобезопасности в случае реальной угрозы готовы справиться с разливом нефтепродуктов в акватории АБИ. Андрей Баев, Алиса Кейкуль, Константин Менин, Новости ОТС. Сегодня аэропорту Толмачево исполнилось 60 лет. За эти годы он прошел непростой путь от военного аэродрома до одного из самых крупных в стране хабов международного уровня. К юбилею в воздушной гавани устроили день открытых дверей. Там побывали и мои коллеги. В кабине пилота, довольные ребята, не каждый день выпадает возможность почувствовать себя летчиком. Пожарная машина тоже популярна у детей. Ну а взрослые, прогуливаясь по площадке, вспоминают юность. Влюблена в небо с детства, наверное. Всегда видела стомолеты, шоу разные смотрели. Сегодня пришла сюда, потому что какое-то время работала на перроне. Мне очень здесь нравится. Я влюблена в эту атмосферу. Сотрудники аэропорта пришли сюда семьями. Даурен Бакиров раньше занимался упаковкой багажа. Теперь работает на приеме и сдаче груза. Несмотря на то, что мужчина каждый день бывает здесь, на дне открытых дверей он впервые увидел военные самолеты, знаменитые «Сушки». Много впечатлений осталось и у его сына. У ребенка там восторг. Он смотрит даже с такими глазами, радуется. И самому, как бы смотришь на ребенка, он радуется. И сам уже радуешься от этого. Как бы получаешь еще больше удовольствия. В ближайшее время аэропорт ждет очередная реконструкция. Строители объединят два терминала – внутренних и международных линий. Появятся новые стойки регистрации. А попасть на борт самолета можно будет прямо из аэровокзала, по закрытому переходу. Все это позволит увеличить количество пассажиров. Одно из перспективных направлений – перелеты на небольшие расстояния в соседние регионы. Межрегиональная авиация, она нам необходима. Первый экспериментальный полет на полевую площадку Белокуриху был совершен. Час 20 в воздухе и 10 минут езды на маршрутке, на микроавтобусе. Этот вопрос, я думаю, до конца августа будет окончательно решен. Авиабилеты на многие рейсы субсидируют из областного бюджета, а такие направления, как Крым, из федерального. Юбилей работники аэропорта встречают с хорошими показателями. Сейчас крупнейший авиаузел Сибири обслуживает 4 миллиона пассажиров в год. Анатолий Харитонов, Екатерина Соболева, Александр Кабукин. Новости ОТС. Тем временем новосибирские авиамоделисты, пилоты и инженеры, работающие в малой авиации, утверждают, что их отрасль терпит крах. С призывом о помощи люди обратились в СМИ. Сегодня в областном союзе журналистов авиаторы рассказали о своих проблемах. Николай Сальников подробнее. Еще несколько десятилетий назад в стране числилось около полутора тысяч аэродромов малой авиации. Сегодня в разы меньше. И это тенденция. По словам экспертов, сейчас в стране абсолютный приоритет у коммерческой и большой грузопассажирской авиации. Куча ведомств, которые отвечают за безопасность, и ни одного, который отвечает за развитие. Ну и прокуроры достаточно часто откровенно говорят, что если вы исчезете, если вас не будет, никто вас и не вспомнит и не заплачет. Никто не заметит, что вы исчезли. И получается вот такая парадоксальная ситуация, что всем этим надзирающим органам мы не нужны. С начала месяца в России вступили в силу серьезные требования к полетам квадрокоптеров. Если же говорить о малой авиации, то это не только масштабные беспилотные аппараты, но и дельтапланы. Парапланы, малые самолеты типа Ан-2 и небольшие вертолеты типа Робинсон. Раньше специалистов отрасли целенаправленно готовили в ДСАФ. Это наша деятельность, она раньше называлась патриотическая воспитательная работа. То бишь заражать молодежь вот этим движением, стремлением быть летчиком, быть авиатором. Но в данный момент ситуация такая, что у нас нет возможности этим заниматься. Вот Минтранс, Росавиация, они взяли из пяти таких лицензий, которые практикуются на Западе, только три. Не удел остались именно пилоты малых воздушных судов. По утверждениям новосибирцев, аналогичные проблемы по всей стране. И пока воздухоплаватели пишут письма президенту, в транспортной прокуратуре заводят новые дела. Очень большой оказался спектр вопросов, которые транспортная прокуратура подняла и ограничила деятельность. Это начиная от обучения, когда запрещено было проводить нинекоррельную подготовку пилотов в индивидуальном порядке на дельтаплане. Это у Александра Орлова, если не ошибаюсь, четыре дела было. Да, это запрет использования участка общего пользования для полетов на параплане, нарушение правил использования воздушного пространства и что-то еще было. Главной проблемой авиаторы называют то, что они вынуждены подчиняться требованиям, как в большой авиации. Однако соответствующих бюджетов и инфраструктуры у отрасли просто нет. Меж тем, тенденция запретов на полеты выглядит странно и в техническом смысле. Большие авиамашины летают на высотах от 5 километров. Малые же не поднимаются выше 200 метров. То есть, по сути, никто друг другу не мешает. Николай Сальников, Сергей Жданов, Новости ОТС. Формирование комфортной городской среды. Этому вопросу была посвящена сегодняшняя прямая линия в общественной приемной губернатора. Здравствуйте. Десятки позвонивших озвучили свои предложения, как повысить комфортность городской среды, парков и дворов. А помочь в реализации этих предложений готовы специалисты областного министерства жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день к благоустройству заявлено 273 объекта. Город Новосибирск у нас ожидает благоустройство набережной Михайловской на речном вокзале в рамках чемпионата мира 2018 года. Это большой объект, который будет в этом году начать к реализации и продолжить в последующие годы. Еще из крупных могу назвать Кольцово. Это будет тоже арт-проект, связанный с отдыхом разных категорий граждан. К другим темам. Навязанную страховку при оформлении потребительского кредита можно вернуть в течение пяти дней. Это так называемый период охлаждения. Соответствующее решение принял Центральный банк. Тем не менее, кредитные организации находят лазейки, чтобы не возвращать деньги за страховку. Подробнее Ксения Петренко. Никита обратился в банк для того, чтобы оформить кредит. В этом году 230 тысяч рублей. Деньги нужны были на ремонт в квартире. Одобрение он получил, но при одном условии – нужно застраховать жизнь. Кредит одобрили, но сказали, что необходимо застраховаться, то есть обязательное страхование. После этого узнал в ближайшее время информацию, что можно отказаться от этого страхования. Пришел в банк. В итоге мне просто взяли и отказали. Хотя, согласно последнему указанию Центробанка, вернуть страховку можно. На так называемый период охлаждения применяется в случае отказа клиента от договора добровольного страхования в течение пяти рабочих дней, со дня его заключения. Никита Кашков за страхование жизни заплатил в общей сложности 12,5 тысяч рублей. Но когда стали разбираться, почему банк отказался вернуть деньги, оказалось, сумма страховки всего 766 рублей. Остальное – оплата услуг кредитной организации. Заключен так называемый договор коллективного страхования между банком и страховой компанией. В этом случае клиент – просто застрахованное лицо. А значит, период охлаждения на это не распространяется. Этот договор ущемляет права потребителя, намеренный обращаться в суд от неопределенного круга лиц потребителей, о признании данных договоров незаключенными, поскольку невозможно согласовать все существенные условия при их заключении. Что повлияет на возможность физических лиц в период охлаждения, то есть который представлен Центробанком, требовать возврата уплаченной страховой премии. Но выиграть это дело все-таки есть все шансы. В Центробанке уже обсуждают предложение, как защитить граждан в подобных ситуациях, чтобы страховка не обременяла. Ксения Петренко, Борис Гладких, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Новые исследования и новая экспозиция в ботаническом саду Суран. Сколько лет растениям-хищникам из лаборатории и какие перспективы у технологии бородатых корней? Несколько команд будет с Питера, несколько команд будет. И, насколько мне известно, сборная России по баскетболу 3х3 тоже туда собирается. Новосибирск. 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 Новоуральская 17 в торговом центре «Район». Приглашаем на открытие 13 июля в 11 утра. Грандиозно низкие цены и дисконтная карта в подарок. Новоуральская 17. Дешевая аптека. Новосибирск. Сейчас девушка проходит пятый курс реабилитации. Елена Мирошниченко подробнее. Каждый день час занятий ЛФК, 30 минут на тренажере, массажи и курсы реабилитации два раза в год, чтобы мышцы и суставы заработали. Пропустить несколько занятий значит уничтожить многомесячный труд. В таком режиме Настя Ширяева живет уже три года. Каждое движение приносит девушке боль, но она никогда не жалуется. Улыбается, порой сквозь слезы. И маленькими шажками идет к своей цели – встать на ноги. Могу переворачиваться потихонечку. Мама мне маленько помогает. Вот так. Могу сидеть спокойно. Сама в телефоне, допустим, сама могу сидеть. Руками подделать, высокородном махать. Три года назад Настя жила обычной жизнью. Работала в финансовой компании, как любая девушка мечтала о семье. Укус клеща все изменил в один миг. Когда Настю впервые привезли в Институт травматологии и ортопедии, она была полностью парализована. Могла лишь немного двигать головой. Была подавлена и не знала, как жить дальше. Сегодня держит голову, может стоять. Хочется сказать, что это все-таки чудо. Но только чудо это такое, которое ежедневно складывается из очень маленьких шажков. Усердие, прилежание, терпение, наверное, переламывание себя. В Институт травматологии и ортопедии Настя с мамой приезжают два раза в год. Здесь для нее разработали индивидуальную программу реабилитации. Лечение оплачивает правительство региона и сама клиника. С каждой госпитализацией мы подбираем уже те виды воздействия, которые для пациента будут наиболее эффективны. И ставим задачи для пациента, которые ему выполнимы, то есть те, которые, допустим, краткосрочные и отдаленные. Таким образом, человек начинает понимать, как он будет добиваться той цели, которую мы перед ним ставим. Самое главное, говорят медики, Настю социализировать, чтобы она сама смогла себя обслуживать. Верят, получится. Ведь эта девушка – настоящий боец. Тогда, в 2014-м, она единственная, кто выжил от укуса клеща. И целей у нее много. Прежде всего, встать на ноги и самой себя обеспечивать. И в том, и в другом уже есть успехи. Настя занялась рукоделием. Мастерит браслеты, серьги и цветы из больших бусин. И продает. Эта коробка полна заказов. Настя признается – жизнь обрела новый смысл. Мы друг друга подбодриваем. Она, я и вместе, как говорится, я танцую. Она включает музыку, я танцую. Где-то она танцует. В общем, мы живем, мы не терпим и не говорим, что мы терпим или как проживаем, или там держимся. Мы живем. Я приняла это. Все. Дальше, ой, назад. Нету ничего. Дальше. Только вперед и вперед. Елена Мирошниченко, Александр Егоров. Новости ОТС. Каждому парку и скверу свое растение. Сотрудники Новосибирского Ботсада разработали уникальный каталог насаждений, подходящих для разных городских зон. А сегодня представили новую экспозицию зеленой архитектуры. В чем преимущество технологии бородатых корней и как содержать исчезающие хищные растения у себя на подоконнике, выясняла Екатерина Киселева. Культура Хэрри Рутс или бородатые корни, изолированные отростки растений, выращивают на шейкерах. Сейчас в этих колбах образцы смолевки. Каждая пробирка микрофабрика по производству биологически активных веществ. Растения заражают особой бактерией, вызывая ускоренный рост и выработку адаптогенов. Это компоненты мощных анаболиков, применяемых в космической и спортивной медицине. Эти технологии позволяют получать сырье лекарственных растений, которые являются редкими и исчезающими. Так как для этих технологий необходимо очень маленькое количество изначально. Допустим, можно взять всего одно семя растений, его прорастить, трансформировать с помощью бактерий и получить очень большую биомассу сырья. Развивают культуру Хэрри Рутс в промышленных масштабах, например, получая корень джиншеня. Правда, пока не в России. Беспочвенная технология инвитро помогает в размножении хищных растений. В естественной среде эти плотоядные предпочитают болотистую почву. Однако в ней крайне мало питательных веществ. По технологии инвитро растения помещают в беспочвенную питательную среду. За год из одного семени можно получить до 200 тысяч побегов. Так в ботанических садах сохраняют исчезающие виды, например, сарацения – хищное растение гостя из Северной Америки. А этим экземплярам уже год. Когда они повзрослеют, будут лакомиться не только насекомыми, но и добычей покрупней – мышами и лягушками. В Ботсаду коллекцию хищных растений расширяют. В Теплицах планируют открыть новую экспозицию. Сегодня экскурсия по саду топиарного искусства. Чтобы превратить сибирские растения в материал зеленой архитектуры, важно знать их особенности. Главное для того, чтобы работать с растениями, нужно, конечно, знать их биологию. Биологию, побег образования, заложение почек, сроки заложения почек и обрезку, как правильно, грамотно делать обрезку. В экспозиции комбинируют разные цвета и фактуры листьев. Есть даже зеленый лабиринт длиной 330 метров, почти из тысячи кустов западной туи. На мастер-классах сотрудники Ботсада расскажут, как фигурно обрезать растения, какие формы лучше – бордюры, линейные или одиночные шарообразные посадки. Создать уголок уединения или живую изгородь можно и на своем участке. В сибирском топиарном искусстве чаще всего используют клен, яблоню ягодную и кроваво-красный боярышник. Екатерина Киселева, Олег Сурков, Ксения Короткевич, Новости ОТС. Человек, без которого на борту самолета не обойтись, сегодня во всем мире отмечают день бортпроводника гражданской авиации. О секретах одной из самых романтических профессий расскажет Анастасия Голубева. Каждый день над нашими головами проносятся самолеты. Это самый быстрый и удобный способ оказаться в другом городе или стране. Спокойствие пассажиров во время полета обеспечивает целая команда бортпроводников. На их плечах заботы не только о комфорте во время полета, но и ответственность за сохранение жизни людей в экстренных ситуациях. За романтическим ореолом профессии огромный труд и постоянное стремление стать лучше. Совершенствование происходит во всем. Во-первых, это знание наших профессиональных навыков, которые нам помогут в любой аварийно-спасательной ситуации. Также знание иностранных языков, потому что мы выполняем рейсы не только по России, но и летаем за границу. Мы должны и как психологи совершенствоваться, чтобы найти подход каждому человеку. Собранность в любой ситуации – главное качество бортпроводника. В тренажерном комплексе члены экипажа не только проходят подготовку для работы на различных типах воздушных судов, но и все без исключения отрабатывают правила поведения во время аварийных ситуаций на воде и суши. Здесь есть также оборудование для тренировок по тушению огня. Обучение проводится каждый год. Это курсы повышения квалификации. И при переучивании на другой тип воздушного судна происходит также обучение с тренировками. Курсы повышения квалификации длятся три дня. Курсы переучивания на другой тип воздушного судна длятся примерно пять дней. Конкурс на место бортпроводника солидный. Ведь, несмотря на все сложности, которые существуют в этой профессии, она притягивает постоянной сменой обстановки. Я сегодня могу быть в Казани, а через два дня быть в Пекине. А к концу недели я могу быть в Нью-Йорке. И возможность общаться с разными людьми разных национальностей, разных культур. Когда ты видишь улыбку пассажира в конце рейса, ты понимаешь, что твой труд не зря. И это придает больше уверенности тебе в твоих действиях. Путешественники все чаще выбирают самолет, а не поезд, теплоход или автобус. Авиакомпании находят новые места для полетов, а значит, ждут новых сотрудников. Анастасия Голубева, Новости ОТС. Одно из популярных мест отдыха новосибирцев стало чище. На острове Кораблик прошла экологическая акция, в которой приняли участие 16 команд добровольцев. Чтобы разнообразить восьмичасовое пребывание на острове, организаторы каждый раз придумывают новые конкурсы и развлечения для волонтеров. Но все это уже после уборки. В акции приняла участие и наша съемочная группа. Несколько минут на сборы и всех приглашают на теплоход. Время на палубе пролетает незаметно. Кататься можно бесконечно, но любоваться природой некогда. Сегодня остров Кораблик ждет юных волонтеров. Не успев сойти с палубы теплохода, ребята уже основательно взялись за работу. Бросили сумки, взяли пакеты, надели перчатки и вперед работать, пожалуй. И мы вместе с ними тоже поработаем. Берег, на удивление, чистый. Поэтому добровольцы уходят вглубь острова, куда и любят выкидывать отдыхающие все, что не по поде. Так мы пришли очищать остров, как бы. Не делать его дурой, оставлять мусор и уезжать потом. Как бы нужно очистить, и это наша задача сейчас. Чем больше мешков, тем больше груш. Это и есть стимул для ребят. После победителей смогут обменять деревянные фрукты на подарки. Как тебя зовут? Сережа Крюшев. Сережа, расскажи нам, что ты здесь делаешь. Я тут собираю мусор. А для чего? А для того, чтобы другие не мусорили. Видели мой пример. Сережа, брось мусор. Дай пожму тебе руку. Вот он, герой. Молодец. Спасибо. И я герой. К сбору мусора участники относятся с азартом. Например, за 11 лет существования экологической акции появилась традиция проводить конкурс на самую интересную находку. Мы идем за кладом. На вопросы узнавать животных из Красной книги, также лекарственные растения и за это получать призы. Речка. Это круто. Да. Остров. Это круто. Да. Мусор. Это круто. Да. А что не круто, так это суета. Акуноматата. 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 Около 130 мешков с мусором собрали молодые люди. Интересной находкой этого года стали решетка для гриля и кресло-шезлонг. Остров кораблик очищен. И самое время отправляться домой. Рута Келлер, Алексей Погудин. Новости ОТС. Тем временем в Новосибирске прошла ежегодная акция по сбору макулатуры. Школьники и работники городских организаций сдавали старые газеты, буклеты и пластиковые крышечки. Все ради одной цели. Вырученные средства направят в благотворительный фонд. Подробности далее. Возьми, четыре. Что делаем? Заем макулатуру! 15 добровольческих отрядов собрались на набережной в руках кипы картона, бумаги и целлофана. Отметка на весах достигает более 20 килограммов. Огромные пакеты с макулатуры ловко грузят в машину. Скоро их отправят на переработку. В этом году наш президент объявил годом экологии. Наш отряд участвует в акции круглогодичной по сбору макулатуры. Это эко-марафон называется у нас в штабе трудовых отрядов Центрального округа. Мы ежемесячно сдаем более 100 килограмм макулатуры. Многие участники приходят сюда не в первый раз. Макулатуру активно собирают с 2007 года. Организаторы награждают всех, кто сдал сырье. Дарят значок с эмблемой года экологии. Это благотворительная акция. И один рубль с каждого килограмма будет уходить в фонд лечения больных детей. Мы собираем деньги на коляску больному мальчику 150 тысяч. Для этого проводим сбор макулатуры. Акцию «Добрые крышечки» собираем крышечки от пластиковых бутылок. И вот все эти деньги мы собираем именно для цели, для лечения. В течение часа волонтеры собрали более тонны сырья. Добровольческие организации соревновались между собой, кто принесет больше материала. Абсолютный рекорд – 160 килограммов. Кристина Лата, Алена Сведунович, Алексей Погодин. Новости ОТС. Июль станет главным месяцем года для российского стритбола. В середине месяца в Казани пройдет Кубок России по баскетболу в формате 3 на 3, а в конце – чемпионат страны в Москве. Наш город на этих двух турнирах будет представлять команда «Юго-Запад». На одну из тренировок северяков побывал Константин Бухтатов. Рядом с новосибирскими баскетболистами-любителями тренируется и профессионал Виктор Заряшко. Уроженец Новосибирска летом поддерживает форму на асфальте, чтобы новый сезон начать на паркете. Вместе с «Юго-Западом» на Кубок и чемпионат страны тоже поедут профи. В силу возраста еще не столь именитые. Игроки баскетбольного клуба «Новосибирск» бывший и нынешний – Виктор Пятницкий и Артем Степанцов. Лично в Новосибирске более контактно, здесь более силовая манера, нежели чем баскетболь. Здесь у нас не все свистится, более жестко все. Ну, именно прям мужской баскетбол. Капитан «Юго-Запада» Григорий Кулагин в стритболе уже больше 10 лет. В середине нулевых он стал одним из первых, кто этот формат баскетбола начал развивать в нашем городе. Сейчас асфальтированные площадки с баскетбольными кольцами практически никогда не пустуют. Обилие турниров и интерес молодежи к уличному спорту огромен. Григорию 36 лет, но он продолжает тренироваться и бороться на равных с теми, кто в два раза младше него. В Казани Москва отправляется с хорошим настроем, но и с опасением. Конкуренция на турнирах ожидается высокая. Казань 15 июля, да, туда поедут все западные части команды с Москвы. Несколько команд будет с Питера, несколько команд будет. И, насколько мне известно, сборная России по баскетболу 3х3 тоже туда собирается. Поэтому асфальт там будет плавиться серьезно. На протяжении 10 лет существования «Юго-Запад» практически ежегодно участвует во всероссийских соревнованиях. До прошлого сезона высшим достижением оставался четвертьфинал. Но в 2016-м наша команда стала второй на чемпионате России. Он проходил во Владивостоке. По большому счету костяк сохранился, да, то есть и сторожил, да. То есть добавили в опыт и немножко потеряли в молодости и скорости. Но опыт, как показывает практика, зачастую не менее ценнее, чем молодость и скорость. Поэтому сложно будет, но будем делать все возможное, чтобы повторить. Опыт – это плюс. Потому что, как мы смотрели на команды, которые там представлены, в принципе, все знакомые личности. Многие, кому около 40 уже. В конце недели «Юго-Запад» отправится в Казань. В ближайшие выходные их, а также кочаневских баскетболистов ждет Кубок страны. А в заключительные выходные июля наш клуб попытается вновь забраться в призы на чемпионате России в Москве. Константин Бухтатов, Олег Сурков. Новости ОТС. Хоккейная Сибирь продолжает комплектовать состав. Очередным новичком команды стал нападающий Илья Шипов. Контракт с ним рассчитан на два года. 23-летний игрок всю свою карьеру провел в системе московского «Динамо». В прошлом сезоне в КХЛ сыграл 11 матчей. Также прошлым летом привлекался в состав Олимпийской сборной России на турнир в Сочи. Шипов стал 12-м новичком Сибири в этом межсезонье. Сейчас у команды первый этап сборов. До 28 июля хоккеисты будут дважды в день тренироваться в Новосибирске. Добавлю, завтра состоится открытая тренировка для СМИ. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Новости Новосибирской области на сайте вн.ру. Новосибирская область. Новосибирск. Новосибирская область. Здравствуйте. 13 июля по прогнозу Западно-Сибирского метеоагентства в Новосибирске временами небольшой дождь, гроза. Ветер северный 2,7 м в секунду, порывы до 13, влажность 74%. Температура ночи плюс 12-14, днем плюс 17-19. Последующие 2 суток временами дождь. Температура воздуха в пятницу днем плюс 18-20, в субботу плюс 20-22. На этом о погоде все. А я желаю вам всего самого доброго. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»